На кухне. Как вырастить помощников? Как научить детей готовить? Как сделать так, чтобы дети хотели помогать маме? Это тема сегодняшней трансляции. И у меня сегодня замечательное гостье. Даша Черненко, автор проекта, чтобы большинство из нас Дашу знает. Сейчас Даша подключается. Будем говорить про то, как сделать так, чтобы дети хотели быть с вами на кухне. Как сделать так, чтобы дети научились готовить? Как делегировать какие-то домашние дела кухонные нашим деткам? Сегодня буду говорить с Дашей. Хорошо, Даша присоединяется. А вы, пожалуйста, напишите, готовят ли уже ваши дети вместе с вами? Сколько лет вашим детям? И, может быть, что они делают на кухне уже вместе с вами? Напишите мне, пожалуйста. Так, вижу, вижу. Так, Даша, присоединяйся. Так, ждем Дашу. А вы пока пишите, готовят ли ваши дети. Как я уже рассказывала вам в предыдущих постах, которые были на этой неделе, так получилось, что с первым ребенком, ну, я не могла себе представить, как сделать так, чтобы он мне помогал. Так, Даша, я даю тебе, вот, приглашаю тебя на трансляцию, нажимаю, но ты должна подать мне запрос. О, Даша! О, привет! Привет, Даша! Очень рада тебя видеть! Взаимно, Света. Взаимно. Здорово. Видно меня, слышно, да? Да, видно, слышно. Да, дорогие, поставьте, пожалуйста, плюсики нам на видео, на аудио, что вы нас хорошо видите, что вы нас хорошо слышите. Вот, Даш, спасибо тебе огромное, что ты согласилась встретиться со мной, встретиться с моими подписчиками. Вот, хочу сказать, что с Дашей мы знакомы, не знаю, уже на лет 10. Вот, мы как-то одновременно практически начинали работать в интернете с мамами. Я в 2011 году начинала, а ты, наверное, в 2000... То же самое, в 2011. Да, в общем, мы вместе практически одновременно начали работать, делали совместные проекты. Даша даже участвовала в конференции «Слёт флаймам» в Санкт-Петербурге. Вот, и мы с ней записывали там видеосюжеты. И, в общем, очень много всего делали интересного. И я очень хочу, чтобы те, кто ещё Дашу не знает, Дашу узнали. Хорошо, Даша, насколько я знаю, ты, кроме того, что ты уже больше 10 лет работаешь с мамами и обучаешь их, как организовать все кухонные дела, ты ещё и повар высшей категории, правильно? Ну, не высшей категории, но у меня есть поварское образование, которое я уже получила в процессе, да, в обучении, в процессе создания своего кулинарного портала. Вот основное дело, чем я занимаюсь, это кулинарный сайт, портал и кулинарный проект «Кулинарная школа». Даша, а расскажи, сколько, какой у тебя же опыт материнства? Сколько у тебя детей и как долго уже ты мама? 11 лет. Ну, видишь, всё совпало практически. Такой был пассионарный взгляд 10 лет назад. У меня три дочки, старшая 11, средняя 9 и младшая 6. Ну, ещё дошкольница, вот в следующем году только она пойдёт в школу. Так что у меня, наверное, дети всех возрастов. Дошкольники, младшая школа, ну и уже почти подросток. Скоро нам 12. И ещё проект 11-летний тоже на руках, которым тоже как ребёнком нужно заниматься. Да, да, ну его хотя бы не надо кормить и не надо вместе с ним готовить, это точно. Да, я вижу, что уже наши зрительницы уже написали, кто с детками готовит, уже и маленькие у нас дети есть, и подростки помогают. Вот, но как бы наша главная тема, с чего, вот как нам сделать так, чтобы дети могли быть с нами на кухне, и чтобы они нам помогали, и чтобы мы успевали готовить, потому что вот я с мамами обсуждала в предыдущих постах до нашей трансляции, и очень многие говорят, да мне проще самой сделать, да, кухня грязная, у меня перфекционизм внутри бушует. Вот, то есть получается, что, ну, как бы мы хотим детей приучать к готовке, но и как бы вот наша экономия времени для мамы тоже очень важна. Вот, мне кажется, что ты должна много знать об этом, потому что ты как раз про кухню, вот, и кухня с детьми, мне кажется, это как раз про тебя. Когда начинать приучать ребёнка к приготовлению еды, или даже к тому, чтобы он был макутный, вот какие-то твои рекомендации? Ну, смотри, во-первых, я согласна с теми мамами, которые говорят, что без детей, особенно без маленьких, готовить быстрее, а тем более убирать, да, потому что когда мы готовим с маленькими детьми, мы потом убираем не только кухню, мы ещё моем ребёнка, и, значит, всё творчество, которое он вместе делает. Но есть два огромных плюса, почему всё-таки с детьми готовить надо. Первый, он очевидный, да, то есть мы приучаем ребёнка готовить и учим его самостоятельности, и он как бы на поверхности, понятно, это большой труд, который занимает несколько лет, но плоды его просто изумительные, когда уже там ближе к возрасту шести семи лет ребёнок может не только приготовить простые блюда для себя, но ещё и для всей семьи, это просто наступает какое-то счастье и фория, но до этого надо дожить. А второй плюс, он менее очевидный, но он ещё более значимый, особенно когда маленький ребёнок. Дело в том, что когда ребёнок маленький, ещё вот когда у него есть пищевой интерес, но нету страха новой еды, то если мы его берём на кухне и просто ставим там на стульчик, табуреточку рядом, мама готовит борщ, он начинает с этим играть и начинает это пробовать. У меня так дети, младшие, которые я уже поняла эту, просекла эту фишку и знала, как это использовать, они вот я готовлю борщ, они едят рядом морковку, свёклу, капусту, они так приучаются к есть овощи, есть полезную еду, вот в этой игровой форме, мама там с чем-то играет в представлении ребёнка, ребёнок играет, но он там что-то может помешивать, больше ест, больше пробует. И когда у меня младшие дети уже, у них не было проблем с овощами, с тем же большим, с теми блюдами, которые я готовлю, потому что они вместе участвовали, у них страха не было перед новой незнакомой едой. Это очень большой плюс для младшего возраста. Ну, те, у кого есть детки, которые плохо едят, детки великие, нехочухи, вот маму, я вам сочувствую, это прям большая, более большая проблема, если поливереда такой в семье есть. Это проще как с болезнью, профилактически вот так вот медь не готовить, чем потом лечить этого ребёнка и танцевать с бубном, заставляя есть кабачок. Вот две такие... Большие плюсы. Вот ты говоришь, Даша, и я прямо думаю про своих детей тоже. Вот первый ребёнок, я готовила и убирала, и на кухне особенно, да, то есть когда он спал всё время. И он, ну, у него очень был ограниченный рацион того, что ему нравилось, того, что он ел. Вот второй ребёнок, ну, которого я уже не могла вообще оставить, он всё время был со мной, и он просто, ну, он ел всё, и никаких не было проблем, поэтому, да, я подтверждаю, это очень-очень важно. Слушай, а как у тебя вот с твоими дочками сложилось, когда они появились уже на кухне, что они там, я не знаю, начали готовить, какой у тебя был личный опыт с этим? Смотри, у меня с первой дочкой было точно так, как у тебя. Но и многие мамы, вот в приступе перфекционизма, когда мы хотим всё идеально, да, то есть, соответственно, мы детей на детский стол, не на общий, поздно их достаточно переводим, можно было и раньше, как я сейчас знаю, и на кухне больше порядка, лучше ребёнок занимается своими делами или спит, а я на кухне, да, и это привело к определённым проблемам, точно такие же, как ты называешь, да, то есть незнакомство с новой едой, с новыми продуктами, но я отсюда великий не хочу вам. С младшими детьми уже всё было по-другому. Вот ребёнок встал на ножки, в стульчике рядом, он стоит вместе готовит. Сразу, сразу приучать, вот с маленького возраста. Ещё один будет период, когда у них проснётся интерес вот к этому, к всему приготовлению, это уже в начальной школе, когда, ну, я по своим детям знаю, знаю, что вот по девочкам, которые тоже у меня учатся, что они тоже говорят, он начинается с выпечки. Очень такой период, когда ребёнку интересно что-то приготовить, то, что он любит. Ну, это, как правило, дети какое-то печенье готовят, они ищут эти рецепты, им интересно с мамой это сделать именно для результата. То есть не в качестве игры, а вот им интересно приготовить то, что они любят. Вот тогда ещё тоже есть шанс их приучить и вот научить всеми этими процессами, кухонными приборами пользоваться. Вот тоже такой очень хороший период. Ну, вот у моих детей он начинался где-то так лет в семь, в девять, вот такой активный прямо. Будем готовить всем, сожжём весь противень печенья, ни одного, но это нормальный период был. Слушай, скажи, а какие-то вот рекомендации по распорядку дня для мам маленьких детей? Опять же, учитывая, что всё-таки ребёнок, он и вроде как бы учится чему-то, но он им мешает тоже очень много, он там что-то разбрасывает, я не знаю. Какие-то вот рекомендации, как всё-таки организоваться так, чтобы не загинаться, вот, и чтобы ребёнок мог быть рядом на кухне. Слушай, первое, что надо спросить у мамы, вообще она в ресурсе, сейчас с ребёнком готовить или нет? Потому что бывает такая степень усталости, что легче ребёнка посадить и дать ему там играться самому или даже включить мунтики, такое тоже, ну, просто, чтобы вот нет сил готовить, а тем более ещё и в процессе обучать, там, мыть, чистить и так далее. Это нормальная история. Когда мы говорим сейчас, я хочу там по минимуму и больше отдохнуть. Если мы спрашиваем себя и говорим, что, ну, в принципе, я хочу сейчас побыть с ребёнком, я готова его научить. Кухня — идеальное место для того, чтобы научить, различать цвета. Даже английский можно учить, там, показывая фрукты, овощи, называя какие. Можно счёту научить. То есть если... Так, появилась, Даша, ты уже появилась. Да, да. Ну как, появилась? Да, всё есть, да. Всё есть. Да. Спасибо, что ты это сказала, потому что на самом деле, там, я начинаю говорить, это так здорово, с детьми готовить. И мамы такие думают, блин, а я такая не готовлю, потому что там, там, я устала, наверное, я плохая мама. Дорогие мои, можно. Можно не готовить вместе с детьми. Смотрите на свой ресурс, потому что если это будет мама, которая гавкает на ребёнка всё время, который там что-то разбрасывает, ну, это не получится. Поэтому первый ресурс ваш, следующий. Это абсолютно. То есть если вы готовы, ну, в любом случае нагрузка увеличится, да, то есть придётся больше времени, это вы не только готовите, вы ещё там развлекаете и учите. В любом случае, да. Если маленький ребёнок, самое простое, есть у меня пару лайфхаков, которые меня очень хорошо выручали. Ребёнок на кухне, нижние полки, несколько раз скажу, нижние полки на кухне, это посуда, которую можно доставать, греметь, типа кастрюли, всякие штучки, он там будет ползать, шкафчики открывать, под ногами путаться, что-то имитировать ваши действия, всё, ребёнок будет занят. Самое простое, когда он ещё ползунок или вот тот где-то в возрасте до там год, год-полтора. Ребёнок постарше, ему уже захочется, ему уже эти кастрюли будут вообще неинтересны, ему захочется действия. Прям экшена, чтобы он участвовал. Есть несколько лайфхаков. Первое. Берёте сваренное в крутую яйцо, ну, просто его со всех сторон биваете и даёте ребёнку чистить. Всё, у вас есть полчаса свободы. Ну, в зависимости от ребёнка, он будет его колупать, он будет вот эту шкурку, или можно луковицу, да, только старайтесь красный, чтобы он был не острый, да. То есть дать какую-то вот такую мелкую на моторику действия, которая его завлечёт, и он будет причём понимать, что он в процессе, он тоже что-то делает. Нож, который из детских вот этих наборов, ну, естественно, ребёнку нельзя давать острый нож, это по умолчанию. Из детских наборов, которые там, наборы посуды и банан дать накрошить, тоже это его займёт, вы больше успеете сварить, пока он там будет, пока он вам будет этот банан или какой-нибудь фруктовый салат крошить, или картошку, пюре давить вилочкой, да. То есть вот такие очень простые вещи. Это про... Я готовлюсь с ребёнком, но так, чтобы он вроде бы был занят, ну, и у меня руки были свободные, и как бы ребёнок тоже чем-то занимался, да. Это спасает. Скажи, пожалуйста, а вот, например, если по распорядку дня как ты рекомендуешь, то есть как выбирать вот это время, когда вот с ребёнком как-то его обучать, на кухне что-то готовить? Это с утра, днём, вечером, или это очень индивидуально? Когда мама готовит? Ну, то есть же не надо подстраиваться, когда маме удобно под ребёнка. То есть если маме удобно готовить утром или вечером, или вообще там по выходным, ну, значит, мама это готовит, и ребёнок подстраивается под расписание родителей. Ну, когда он уже, когда ребёнок совсем маленький, понятно, там вся семья вокруг ребёнка, и вся семья подстраивается под ребёнка. Но когда он уже более-менее там член семьи от годика и старше, тогда уже расписание взрослое. Ну, вот я так считаю. Окей, спасибо. Даша, много вопросов. А вот когда, как понять, когда, например, ребёнку дать тёрку, или, например, металлический нож, какие-то, может быть, правила безопасности, вот о чём надо думать и знать мамам? Первое правило безопасности. Заведите себе привычку, прямо кричите на всех членов семьи, которые это не делают. Все сотейники, которые стоят на плите, ручками к стенке. Это просто надо выработать рефлекс и бить себя по рукам и всем остальным. Потому что маленький ребёнок, первое, это самая такая травмоопасная ситуация, он подходит к плите, ему интересно, что там на плите, он за сотейник, да, за сковородку, за ручку сотейника хватает, и всё это, вот, не дай бог, на ребёнка. Это первое. Вот ребёнок, это просто привычка должна быть такая, на дальние комфорки и вот ручкой туда от себя. Если у вас ещё старая какая-то, ну я про безопасность, да, это очень важные моменты. Если старая модификация плиты, которые нагреваются, вот ребёнок снизу ползает, он ещё так рукой прикоснётся и обожжётся, да, ну, конечно, можно плиту заменить, есть более дешёвый вариант, есть термоплёнки просто. На вот эту плиту наклеите, она будет просто уже температуру снижать, но будет горячо, оно, по крайней мере, без слёз и без криков. Все электрические приборы, которыми вы пользуетесь, детей надо учить ими пользоваться, потому что им всё равно интересно, они всё равно до них доберутся, пока вы не видите, да, и лучше он включит блендер с вами, чем он включит его без вас и не будет знать вот этой техники безопасности. То есть объяснять, показывать, как, что. Нож, ну, самый первый нож, это когда ребёнок маленький, пластмассовый из детских наборов, чтобы она нарезать достаточно. Потом столовый нож, которым прям, ну, очень сложно порезаться, там прям надо пилить, чтобы что-то сделать, да, ну, а потом уже смотрите, насколько ребёнок ловкий, насколько он умелый, чтобы можно ему доверить, там, нож или нет. По-разному. Ну, где-то к возрасту 5-6, вот мои уже переходят на острые ножи, но такие тоже, опять же, в целях безопасности. Они острые, им уже можно что-то нарезать, они салаты себе делают, все травём уже. Но они не острый конец, чтобы, если он упадёт на ногу, да, то есть чтобы не было травмы. То есть тупым концом, вот это первый такой переходный уже к взрослым, к взрослым историям. Слушай, а тёрки, вот что ты скажешь, тёрки, как бы, как, когда... Ой, тёрки очень хороший вопрос, потому что мы даже взрослые с удовольствием прекрасно в эти тёрки всё стираем, и это один раз это надо пройти, два, и ничего страшного в этом не будет, да. Ну, то есть это, конечно, точно неприятно, мы всё равно каждый год хоть раз это делаем. Научиться ею пользоваться, ну, тут два момента. Вот хорошие тёрки Бёрнера, да, которые можно там нашинковать очень хорошо, прям очень быстро, они действительно острые, и там можно срезать не просто, ну, как советская тёрка, да, там, ну, кожу срежешь там, и не особо страшно. Вот ребёнку лучше советскую тёрку с правилами объяснения. Один раз это случится, он научится сразу делать. Можно прямо сохранить тупую какую-нибудь тёрку, не расхламиться, или попросить подругу, которая расхламляется, для того, чтобы научиться. Не давать острые тёрки по-настоящей, которые с острыми лезвиями, которые могут там и не кожу, а прям полпальца срезать. Вот это опаснее, из той же категории, что опасные ножи, да. Так, хорошо, запоминаем. Слушай, Даша, а есть такие, я не помню, как это называется, у меня вот до сих пор есть, и тоже дети, когда маленькие были с удовольствием, когда, как бы такие, как ножи, как отверстия, ты кладёшь и прижимаешь сверху, так чик, получается, что руки не попадают, а просто развязаются на несколько частей, как яйцерезка такая вот тоже. Да, да, я поняла, да. Ну, она работает с мягкими продуктами, да, хорошо. То есть картошку, например, на драники не потрёшь, но такие можно давать, которые безопасные, конечно. Слушай, вот что интересно, очистка картошки, вот с какого возраста можно давать ребёнку, я не знаю, или овощечистку, или нож, вот из твоего опыта, как? Очень хороший вопрос. Я младшим детям ещё не даю, но старший у меня картошку чистит. Это сначала очень забавный процесс, потому что как дети чистят картошку? Они её чистят кубиком, да, то есть кубик с одной стороны связан с другой, да, и получается такой кубик. То есть они не чистят кожуру, а это очень забавный процесс наблюдать. То есть когда вам не жалко картошку и ребёнка, да, примерно в этом возрасте, потом они уже учатся постепенно-постепенно тонкую кожуру, и уже более-менее это нормально делают. Но это навык, он требует какого-то времени. Вот у меня старший умеет, а две ещё младших не умеют. Вот, кстати, нам подсказывает такая не тёрка, а резалка, называется «Nicer Dicer». Просто чтобы я себе запомнил. Я потом в сторис выложу всё это дело, чтобы вы могли себе запомнить. Даша, ну хорошо, а если вот есть мамы, и их реально много, которые говорят, меня раздражает беспорядок, который дети наводят на кухне, я не могу своего внутреннего перфекциониста угомонить, и поэтому я не готовлюсь с детьми. То есть это не то, что в какой-то момент, когда ты не в ресурсе, а просто вот, ну вот, не могу, не хочу, вот что ты можешь по этому поводу сказать? Я против насилия в любой форме. Ну правда, но если не хочется, и прямо этот беспорядок сильно раздражает. Я абсолютно уверена, мама найдёт другие формы выразить свою любовь, побыть с ребёнком и обучить его чего-то, чем на кухне. Да, есть масса других мест в квартире, где можно с ребёнком побыть, поиграть и чему-то его научить. Раздражает всё. Скажите, это святая территория мамина, никто сюда не заходит. Кто заходит, прямо получает злую маму сразу же, ну это нормально. Да, есть такие, мамы, всё расслабьтесь с вами, всё нормально, ну как бы и не заморачивайтесь, всё с вами хорошо тоже. В общем, да, с любовью, со страданием к себе, не давите себя, вот это очень хорошая рекомендация, не давите, может потом вы сможете готовить, сейчас, может не можете, но как бы давить себя, это точно плохо, детям не будет хорошо с вами, если вы будете себя давить. Слушай, Даша, вот спрашивают, а как заинтересовать детей, 10-11-летних, если вот не было этого периода, когда ребёнок был на кухне, сейчас ребёнок вообще не ходит в сторону кухни, готов к смотреть. Какие-то рекомендации есть? Очень огромная тема, прямо она очень длительная тема, да. Надо дождаться, пока у ребёнка будет хоть какая-то мотивация, хоть какой-то интерес. Интерес к десертам, к сладенькому, хватайте, начинайте через десерт его приучать, да, то есть вы перейдёте, там, начнёте от печенья, потом пойдёте к пирогам, потом к пирогам, не со сладкими начинками, а потом, глядишь, и у вас и запеканки будут, и супы, и всё остальное, да, то есть через какой-то интерес надо вытащить. Если ребёнок подросток, в любом возрасте, ну, и любого пола, это и правильное питание, да, через это можно будет вытащить. Может, ребёнок захочет научиться кого-то угостить, там, подружка в гости пришла, или в класс хотя что-то, любой, ну, то есть, когда дети старшие, тут их сложно привлечь через свой собственный пример, да, то есть они уже наблюдают, но у них есть своя жизнь, свои интересы, нужно дождаться и найти этот интерес. Как только вы его видите, хватайте и разделяйте этот интерес и показывайте, что есть большой и интересный мир. У меня есть ещё личный лайфхак, не уверена, что со всеми детьми это сработает, вот у меня старший ребёнок великий Нихачука, но он ест в путешествиях. Я не знаю, что с ним случается, но как только он попадает вне дома, например, мы куда-то выезжаем в другую страну, и он там встречает незнакомое блюдо, он их там ест. Для него они незнакомые, то есть вот у меня старшая дочка никогда не ела пюре, не пробовала, оно было отвратительное на вид, оно пахло отвратительное, и вообще эта гадость никогда в жизни не буду пробовать. Мы с ней съездили во Францию, там было пюре, она его попробовала, она сказала, господи, какая вкусная штука, давай, мама, её готовить. Я говорю, да ты что, открытие какое кулинарное. Она начала это есть. И таких вот ситуаций, когда в поездках в каких-то местах пробуют новые, и она это приносит почему-то, и вот начинает расширяться рацион за счёт вот этого, этой штуки. Ну это, понимаю, это может быть не история для каждого ребёнка, но это история, когда у ребёнка появляется какой-то интерес, и вот хватайте его, используйте этот интерес в своих целях в том числе. Да, ты знаешь, я с тобой согласна, я тоже заметила по своим детям, и, например, то, что любит мой муж делать, то есть даже можно не ехать никуда, но можно в ресторан пойти какой-нибудь, японский, и вот попробовать что-то такое, что мы не пробовали. И обычно вот на этих эмоциях большинство детей соглашается. Вот и потом что-то увидели в ресторане, он на самом деле дома делает. Даша, слушай, а вот спрашивают, я так понимаю, что ты даёшь много рецептов и много рекомендаций для мам, а есть у тебя какие-то рецепты для детей, то есть что именно вот может дети сами могут готовить, то есть чтобы мама, например, могла взять, посмотреть и с ребёнком приготовить? Ну, у меня есть суперраздел, который называется «Рецепты как в детском саду». Он появился из очень интересной истории, опять же, из личной истории. У меня, когда старшая дочка ничего не хотела есть, но она попала в детский сад и там начала есть. Ну, для меня это было чудо. Я приходила, говорю, воспитательница, ну как? Ну, там, с тревогой сердца, что ожидая, что сейчас она скажет, там, весь день просидела, сознание от голода потеряла, так ничего не съела. Он говорит, ест. Я говорю, да ну, ну не может быть. Говорит, ест, всё нормально. Я говорю, только она дома не ест. Он говорит, ест. Я тогда думаю, ну, а что же в садике такое делают, что может быть дома повторить? Я пошла, взяла рецепты. Кстати, лайфхак. Рецепты для детских садов находятся не на кухне, не находятся у медсестры. Я взяла вот этот томик, справочник, рецепты как в детском саду, технологические карты для них. Я сделала огромный раздел на сайте. У меня там просто кладезь. Вот по этим рецептам, технологическим картам, утверждённым для учреждений младшего детсадовского возраста, вот точно по этим картам сделаны все пюрешечки, паровые котлеточки, фруктовые салатики. И у меня ребёнок их начал есть дома, потому что он видит котлету, которая выглядит как в детском саду, пахнет как в детском саду, даже по консистенции вроде как в детском саду. Но почему бы её не попробовать, она для него знакома. Вот это очень сильно тоже решило проблему. Поэтому прямо можно, я отправляю на свой сайт, найдите, там есть раздел для детей, и там есть раздел рецепты как в детском саду. Вот это для младшей школы, прямо туда. Так, отлично, хорошо. Мам, это мы уже поняли. Даша, а можешь, может быть, пару советов дать для мам, вот просто в оптимизации приготовления еды, просто чтобы немножко разгрузить себя, быть больше в ресурсе, и, соответственно, тогда больше и детей обучать на кухне. Вот какие-то основные моменты, которые ты всегда вот мам обучаешь, там, например, на своих тренингах, что-то самое главное? Слушай, ты вот мне сейчас задала вопрос, и у меня в голове, в мозгу развернулась просто карта десятилетнего опыта. Вот такой огромный сейчас просто, я прям тысяча пунктов, которые надо сказать. Так, значит, ну, основное, да, я всегда за планированием. Вот планирование меню — это супер вещь, которая очень разгружает голову, и понятно, что готовить, из каких продуктов продукты по меню покупаются на неделю вперёд, да, то есть нет вопроса, что опять приготовить. Сейчас я вам покажу. Вот меню у меня выглядит сейчас у себя, у себя в квартире, да, сейчас. Вот моё меню. Это видно вам, да? Да, карточки вижу, вижу. Да, да, сейчас как... Не очень удобно показывать. Да, вот, например, карточки меню на неделю. У меня здесь с одной стороны рецепт, ну, видите, сейчас попаду. О, попало. С одной стороны рецепты, и с другой стороны технология приготовления. И вот такое меню находится хорошо. Вот, возле холодильника. Ну, соответственно, в чём смысл? Вы сразу знаете, что вам приготовить. У вас всегда есть продукты, которые куплены по этому меню, и, соответственно, всё готовится намного быстро. Это прямо вот с чего начать. Окей, первое планирование. Первое. Второе, то, что очень помогает, это заготовки. Заготовки заморозка, да? То есть, если вы освоите этот метод, очень быстро вы поймёте, что можно не готовить каждый день одно и то же. Можно делать с заготовкой полуфабрикатов прок, да? То есть, вы приготовили, например, вам она уже нужна условно пять котлет, вы приготовили пятнадцать, пять съели, и у вас два вечера свободно, потому что у вас ещё есть эти полуфабрикаты домашнего, хорошего качества, из хороших продуктов, приготовленных в хороших, стерильных условиях, ну, на вашей кухне, вашими любящими руками. Это просто тоже очень большое спасение. Это, ну, наверное, ещё один такой важный метод, который надо освоить. Третье – это освоить метод приготовление блюд не процессно, один за другим, а параллельно. То есть три блюда за 30 минут можно приготовить очень легко. То есть вот у меня это называется приготовление по сценариям. Когда вы не один рецепт готовите, ну, последовательно, да, когда вы параллельно процесс этот сливаете в один, как один рецепт, и вы тогда очень быстро начинаете готовить за счёт того, что вы сокращаете процессы, оптимизируете их, и не делаете несколько раз одно и то же действие, и, в принципе, полчаса обед или ужин ресторанного уровня за полчаса из трёх блюд более, чем реально приготовить. Это очень большое спасение, да. Слушай, Даша, а вот это вот то, что ты говоришь по сценарию, там, за 30 минут, это где можно увидеть, посмотреть? У меня уже слюна потекла. Слушай, я хочу знать. Вот икоро моей вебинарной школы. Давайте сборник покажу. Вот у меня, я вчера вебинар как раз проводила, и, по-моему, у меня где-то здесь рядышком и должен был остаться. Ах, я его брала. Сейчас, минутку. Показать? Да, конечно, всё показывай. Прямо у нас все в восторге. Я сама такая сижу, думаю, так, что мне надо оптимизировать, потому что время от времени как-то застрёшь каких-то своих методиков, которые не очень работают, и как-то вдохновения хочется. Вот я вчера проводила вебинар, и у меня, по-моему, сегодня куда-то я их убрала, и я не помню куда. Сейчас я похожу по кухне и, может быть, вспомню. Может, вспомню, где они сейчас находятся. Может, и не вспомню. То есть, это сборник, да, как бы вот таких вот... Да, сборник. Ну, то есть, я когда составила, я потом это сделала в виде такой спаргалки на кухне. О, пошла. Показывать. Смотри. Это будет тяжеловато с телефоном, но я постараюсь. А я могу переключить так, чтобы он был виден? А, да, ты можешь... Там вот посерединочке есть такие две стрелочки, и развернётся камера тогда. Я попробую. Вот смотри. Вот. Вот такой сборник. Ну, я его распечатала красиво. Вот у меня тут огромное количество сценариев, да? То есть, вот сама последовательность действий в виде таблички. Вот так выглядит. Класс. Видишь, как... Ну, здесь рецепты. Вот это меня по этому сценарию. Вот ещё такие таблички последовательности и так далее. Вот так это выглядит, например, один из этих сценариев. Класс. Ну, я фанат. Я вообще фанат табличек из таких сборников. Например, по заморозке то, что я говорила. Ну, это мои шпаргалки, то, что я распечатываю. Как что замораживать, да? Вот. Ну, смотри. То есть, если что-то забывается, то что делается. Вот такие тоже шпаргалочки. Супер. Это всё можно приобрести у тебя на сайте, правильно? Слушай, ну, я не в плане рекламы, но... А я знаю, что я сама хочу, Даша. Я тоже не в плане рекламы. Я в плане, это, улучшения жизни тотального для всех. Тогда, да. Ну, у меня вот есть такие сборники по заморозке. Мы их сейчас выпускаем. Вот весь этот год мы занимаемся систематизацией всего, что я знаю про заморозку. Мы пять месяцев подряд делаем по тому заморозки каждый месяц. Вот сейчас на следующей выходит неделе том про полуфабрикаты. И останется ещё том про готовое блюдо. Четыре мужа сделали, остался пятый готовый. И сборник сценариев, которые вот три блюда за 30 минут. А по меню у меня книга есть. Класс, три блюда. В общем, все, кто пойдут тебе там, не знаю, в Инстаграм и на сайт, они найдут это, правильно? Я надеюсь. Я надеюсь. Хорошо. Ну, я сейчас буду писать тебе в Инстаграм, значит, твоим помощникам. Хорошо, ребята. Так что три блюда за 30 минут, это прям супер. А знаешь, что я прямо так вот, вот ты меня научила, это ты меня научила, и я до сих пор это стараюсь практиковать. Ты всегда говорила, что надо готовить раз в два дня. То есть не каждый день. Одно блюдо на два дня. Можешь немножко про это рассказать? Ну, смотри, это тоже простой способ экономить время. Зачем нам готовить кастрюлю супа, который мы съедаем за один раз, да? То есть мы готовим на два дня. Практически все хозяйки так это и делают, да? То есть мы не готовим литр супа, который съедается за один бит, мы готовим впрок на два, на три дня. Но то же самое можно сделать с практически всеми блюдами, за исключением салатов и свежих овощей. Вот их все-таки лучше для сохранения пользы и витаминов готовить и употреблять сразу свежими. Но все, что остальное, особенно блюда, которые идут с тепловой обработкой, разные там каши, котлеты, запекатки, гарниры, их вполне можно готовить с расчета на два дня. Вообще их лучше готовить с расчета на четыре раза. Два в заморозку, один съедаем в тот же день, второй хранится в холодильнике. Вот такой тоже простой способ экономии времени. Супер, да. Но об этом надо один раз подумать, и потом все нормально. Слушай, Даша, вернемся к детям. Вот, может быть, тоже у тебя был опыт в работе с мамами, как бы, чтобы дети помогали, особенно дети, когда постарше. Их надо просить, правильно? Ну, то есть, иногда они на своем интересе, а иногда ты, я, например, что готовлю, и я говорю там, Макс, можешь, пожалуйста, мне там что-то порезать? Или там, Тарас, ты готов, что-то там вот сделай? Вот. Для меня это сложно, и для многих мам. Вот именно сам момент, что мне надо просить, мне лучше самой сделать. То есть, вот, какие-то, может, подсказки у тебя есть? Вот как? То есть, я, честно, иногда просто я лучше сделаю, я не буду просить. Но я понимаю, что надо, и чтобы они привлекались к кухне, и больше пробовали. Вот какие-то, может быть, инструменты по преодолению, по помощи себе? Смотри, это странная ситуация, потому что и тебе плохо, и ребёнку плохо. То есть, ну, зачем? То есть, если тебе некомфортно, в том числе, просить и что-то делать, и ребёнку не очень хочется этим заниматься, то может, ну, то есть, зачем? То есть, без насилия. Если не хочется сейчас никого звать, не зови. Если есть у ребёнка обязанности, мне кажется, они должны быть. Какие-то очень простые, понятные. Почистить зубы, заправить за собой кровать, убрать за собой со стола. Ну, в нашей семье младшие дети разгружают, загружают посудомойку. Одна утром загружает, вторая вечером разгружает, да, то есть, это их обязанность. Их не надо, им надо напоминать, естественно, но я не считаю, что это надо просить, это их обязанность. Да, то есть, регулярные, могут быть регулярные какие-то задачи у детей на кухне, которые, ну, как чек-лист, которые они делают ежедневно. А кроме посудомойки, что это ещё может быть? Убрать с собой со стола, разгрузить посудомойку, что-то приготовить себе и после себя убрать. В принципе, всё. Ну, то есть, у нас очень многие вещи, в моём детстве было по-другому, да, то есть, сейчас у нас есть мультиварки, посудомойки, есть хорошая техника, которая очень многие вещи сама делает, да, ну, и остаётся самое минимуме, просто поддерживать уровень какой-то чистоты, уровень порядка. Если у меня ребёнок делает салат, ну, понятно, кухня разукрашена, во все там краски, морковки, салаты и так далее, вот его обязанность за собой это убрать, потому что убирать после ребёнка занимает больше времени, чем если бы я этот салат сама приготовила, вот он должен это сделать. Это тоже, ну, как убирать за собой игрушки, вот примерно из этой же серии. А интересно, знаешь, у меня другой опыт, я наоборот, как бы, я ухожу с кухни, дети что-то там готовят, 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 вот, и я за ними убираю, типа вы поработали, молодцы, спасибо, приготовили, а вот я за вами уберу. То есть у нас, например, вот так вот тоже бывает. Даша, а вот вопрос, а как сделать так, чтобы муж начал готовить? Только что написали. Есть какие-то идеи? У меня не такая выборка, скажем так, если у меня ещё трое детей, у меня хотя бы есть с чем сравнивать, да, но с выборкой уже у меня вообще как бы очень плохо. Ну да. У меня муж не готовит. Ну самое что-то очень простое, типа поджарить яичницу, он может, а, картошку он чистит, может её тоже даже пожарить. Но в принципе эта обязанность, как бы она моя и остаётся за мной, ну, он может, но он не слышит, могу сказать, но не очень вкусно, поэтому, поэтому лучше это приготовлю, приготовлю я. Но он помогает с уборкой, прямо очень хорошо и с продуктами может купить. Поэтому тут мы обязанности эти делим, потому что и уборка на кухне, и покупка продуктов это тоже часть кухонной рутины такой. Ну вот да, это хорошая идея, что на самом деле не обязательно там все мужи должны готовить, да, то есть кому-то что-то нравится другое. Например, мой муж, он с удовольствием готовит мясные бруда, салат он не будет резать, хоть ты его, ну не знаю, вот не будет и всё. А зато я знаю, что на мясо, например, я могу ему делегировать. Поэтому, наверное, да, если бы можно было найти какие-то, ну то, что на самом деле естественно и интересно, например, вашему мужу. Кстати, то же самое с подростками. Заставлять просто что-то делать, это одно, а с другой стороны найти интерес. Вот, кстати, Даша об этом с самого начала говорила. То есть очень важно найти интерес, что интересно, что хочется, и вот это делегировать. Это будет здорово. Даша, а можешь ты нам вот под конец дать какое-то, ну что ли, задание, не задание, вот что-то, или какую-то подсказку, вот что можно прямо после трансляции, пойти, может быть, приготовить вместе с детьми или сделать вместе с детьми, так, чтобы наши зрительницы нас посмотрели, пошли сейчас прямо, прямо что-то в жизнь применили, еще, может, прямо даже фотку в сторис выложили, нас отметили и рассказали, как это у них получилось. Может быть, или какое-то блюдо, чтобы приготовили, или вот я не знаю, что-нибудь. Смотрите, если, ну могу дать такое задание интересное, оно будет интересно в том числе для ребенка, если у вас ребенок, который уже более-менее может выражать свои желания, ну хотя бы там тыкнуть пальцем, возьмите любую книгу рецептов, любой сайт, любое приложение и предложите ребенку что-то выбрать, то, что он хочет, вместе с ним сходить, купить продукты, вместе с ним это приготовить, вместе с ним это съесть, да, то есть это будет от начала до конца выбор ребенка, вы будете ассистентом, да, то есть вот это и есть способ, то есть, когда мы привлекаем ребенка и говорим, так, давай мне сейчас помогай, я тут картошку чищу, это наш процесс, наша инициатива, и как бы он тут, блин, у меня свои дела, вот мама там что-то придумала, лучше я пойду своими делами заниматься, когда инициатива исходит от ребенка, ну, а вы задаете условия, чтобы он там рецепты посмотрел, это уже другая вещь, да, то есть ему будет интересно это приготовить, он поймет процесс, как выбираются продукты, вы вместе сходите там в магазин, если есть возможность на выходные, то на рынок еще больше можно впечатлений и опыта получить, это будет его блюдо, он будет шеф, вы будете там со шефом и будете только так на подхвате, ассистировать и показывать, что готовить, другой опыт, более интересный. Так, хорошо, это, кстати, можно спланировать на выходные, вот сейчас идут выходные, это, может быть, немножко будет больше времени, чем обычно, поэтому вот такое вот задание. Окей, я тоже спрошу своих мальчиков, чтобы они хотели приготовить, мы вместе съездим, купим и что-то попробуем сделать. Я, кстати, вот подумала, ты когда сейчас сказала вот про весь этот процесс, когда ты говоришь, что ты будешь приготовить, пошли купим, там, давай выберем там на Ютубе, посидим, посмотрим, что там ты хочешь. Это же целый процесс, когда ты проводишь время с ребенком, то есть я, например, очень часто даю рекомендацию мамам для улучшения отношений, очень важно вот этот вот фокус времени, когда ты только с ребенком и делаешь то, что он хочет, и вы вместе вот общаетесь. Это очень важный момент для укрепления отношений. А как бы вот замечала ли ты, что это вот не просто готовка, да, а это какой-то, может, какие-то особенные моменты у тебя были с детьми, когда вы вместе что-то делали, готовили на кухне? Ну, конечно. Смотри, у меня трое детей, поэтому для них время, когда индивидуально с мамой проводится, это прямо, ну, какое-то суперценное время, потому что, да, это важно. У меня, у детей, как и во многих других семьях, у детей примерно одинакового возраста, у них конкурирующие за родительское внимание отношения. И когда мы начинаем готовить вдвоем или троем, это ад. Вот я с одним ребенком могу готовить, но с тремя детьми у меня просто вот нервы никак не выдерживают. Они начинают конкурировать за внимание. А внимание, оно же не добивается тем, что, мам, посмотри, какие белковые пики высоко сбила, да, они добиваются того, что, а тут меня ударил, а тут я уронила, а тут у меня разлилась, а мама туда-сюда, мама туда-сюда, я не могу. Вот с одним ребенком это такое удовольствие, это и спокойнее, и мне готовить, и ребенок получает безраздельное, маму там в свое, в свое распоряжение, и поэтому я бы советовала если дети примерно одинакового возраста, все-таки поодиночке, по одному. Да, кстати, это классная очень фишка, я об этом уже когда-то подзабылась, потому что, на самом деле, у меня уже дети подросткового возраста, и да, вот с одним на кухне хорошо, когда вдвоем, ну, это сложно. То есть, не готовьте сразу со всеми детьми, которые у вас есть. Это очень сильный праздник. Да, точно. По одному. Вот нам говорят, что мы очень похожи. Не знаю, похожи ли мы, но, не знаю, может быть, внутренне чем-то похожи. Слушай, Даша, я с тобой об этом не поговорила заранее, но я прям тебя сейчас в прямом эфире спрошу, а ты мне скажешь, да или нет. У меня вот какая идея. Очень многие наши сейчас слушатели загорелись вот этой идеей, например, приготовить какое-то там вот, то есть пойти за ребенком, приготовить какое-то блюдо. И я очень часто на своих эфирах прошу зрителей, кто посмотрит уже в записи, оставить комментарий на какую-то тему, например, какое блюдо они хотят готовить, да, или рецепт написать, который они будут готовить. И потом среди этих, всех, кто оставил комментарии, я разыгрываю что-нибудь, что-нибудь приятное, что-то хорошее, вот случайным образом. Может быть, ты можешь какой-то сборник рецептов для детей или чего-нибудь такое вот как бы подарить нашим слушателям, чтобы мы могли разыграть вот среди тех, кто оставит комментарий под этой трансляцией. Что-то интересное. У меня есть набор карточек с рецептами, как в детском саду, о котором я сейчас говорила. И мне кажется, это будет очень хороший, хороший такой подарок. Это в электронном виде, то есть можно будет любому человеку... Да, в электронном виде мы составляли эти рецепты вместе с врачом-педиатром. Ну, то есть рецепты были с моей стороны, а выбор этих рецептов, чтобы они подходили детям дошкольного возраста, врач-педиатр уже выбирал, поэтому там точно вот дошкольный возраст это, ну, 6 плюс 6 и ниже туда, ну, понятно, что если ребёнок ещё там не введён в рацион там условно брокколи, то нельзя брокколи. Но вот дошкольного периода, дошкольного возраста, как в детском садике. Да, могу такое... Хорошо. Тогда скажи, можем ли мы такое, например, сделать условие, что все, кто оставит в комментариях, ну, например, коротко рецепт, который они будут готовить с ребёнком вместе, вот по нашему заданию. Мы, например, выберем 3 человека случайным образом, которым ты подадишь эти карточки в электронном виде. Рецепты, как в детском саду. Хорошо. Давай. Супер, супер. Я очень рада. Тогда смотрите, дорогие мои, что нужно сделать? Нужно оставить комментарий и нужно поделиться этой трансляцией у себя в сторис и отметить меня с WeFlyMama и меню недели Дашу, чтобы мы видели, что вы поделились. Вот. И давайте тогда в воскресенье, например, я разыграю, выберу трёх человек случайным образом из всех, кто ставит комментарий, кто получит подарок от Даши. Окей? Хорошо. Даша, спасибо тебе огромное. У нас, конечно, много вопросов очень индивидуальных. Я думаю, что мы уже не будем в них погружаться. Я думаю, что самое главное сегодня ты уже сказала. Хотите узнать больше, приходите к Даше в Инстаграм, на сайт. Мне очень интересна, например, эта тема «Три блюда за 30 минут» это прям как бы про меня. Вот. Тоже хочу больше об этом узнать. Пойдите, завтра у меня будет бесплатный мастер-класс по этой теме. Ну, прям, приходи. Прямо завтра. Да, хорошо. Спасибо, спасибо. Даша, ну и какое-то последнее пожелание вот нашим зрительницам. Вот в контексте вот «Дети на кухне» что-нибудь такое вдохновляющее для нас? Так, «Дети на кухне». Слушайте, знаете, что самое вдохновляющее? Что примерно к возрасту лет 9-10-11 вы можете проснуться, а завтрак готов. Вы можете вернуться откуда-то по своим делам, а ужин на всю семью готов. Да, то есть это вот в эти моменты, как бы он не был приготовлен, он, конечно, будет не идеально, там, не мишленовского уровня будут подачи и приготовления, но это очень большая радость. Это сразу окупает все старания, потому что бы научить ребёнка готовить, и это прямо чувствуется, что в доме растёт взрослый человек, вырастает, который умеет и по себе позаботиться и приготовить для себя, и в окружающей семье тоже позаботиться и для них тоже приготовить. Это очень большая радость и счастье, это того стоит. Учить детей готовить, чтобы вот были эти моменты. Супер. В общем, девочки, когда надо много убирать на кухне после ребёнка, представляйте, визуализируйте себе вот этот ужин, который готов на всю семью, когда вы пришли там откуда-то там, а вам есть что поедать. Спасибо. На самом деле, это очень важно понимать, чем мы занимаемся, потому что мы не просто сейчас там отграиваем кухню и не просто там занимаем ребёнка, что он там почистил яйцом, мы на самом деле идём к большой важной цели. Спасибо, Даша, огромное. Спасибо, Света, за приглашение. Спасибо. Оставляйте комментарии с рецептами, которые вы будете готовить с детьми, делитесь эфиром сторис, отмечайте меня с Дашей, вот, и в воскресенье мы разыграем три комплекта карточек, как в детском саду. Хорошо. Спасибо, Даша. Спасибо огромное, успехов, вот, и до встречи. Всё. Пока-пока. Да, и пока всем участницам. Пока-пока. Всем-всем-всем пока. Спасибо. Спасибо.